Всем привет! Вы на канале TradeFact, на связи Глеб. И началась буквально решающая неделя для крипторынка. Эта неделя расставит точки над И. Где же окажется цена битка уже в принципе в преддверии, точнее в течение текущей недели? Когда будет и будет ли вообще альт-сезон? Также эта неделя нам поможет понять и углубиться в это. И в принципе сегодня я для вас подготовил очень много информации, которая связана с предстоящими выборами США, а точнее с оглашением результатов, с решением по процентной ставке ФРС США, с самыми важными формациями на графике BTC, на что стоит обращать внимание. И в принципе что нам подскажет, будет ли у нас далее более глубокое погружение, либо наоборот нас уже ждет на этой неделе отскок. И скорее всего выход на новый All Time High. Собственно в этом видео я постараюсь детально ответить на эти все вопросы, привести все за и против. И в конце немного поговорим по поводу альт-сезона. Что именно мешает ему, чтобы он наконец-то случился и что конкретно нас отдаляет. И у нас появились некие кондиции на рынке, которые нам уже с большей долей вероятностью показывают, когда именно начнется альт-сезон. То есть какие условия должны быть соблюдены, об этом также поговорим в конце сегодняшнего ролика. Ну что ж, давайте начинать. Усаживайтесь поудобнее и конечно же поговорим о причинах снижения крипторынка и будет ли продолжение роста на ближайшую неделю-две недели. Зачем нам разбирать причины снижения? По сути да, снижение уже произошло и как бы зачем мусолить то, что уже случилось? На это есть ряд причин. Первая причина понимания недавних исторических событий, а именно причин, почему снизился биток, мы можем определить органику снижения. То есть это снижение уже, которое начинается глобально и дальше будет только хуже. Либо это снижение было вызвано рядом триггеров, которые оказывают сейчас сильнейшее влияние на весь крипторынок. И из этого следует, что если эти триггеры обернутся снова в сторону быков, то это снижение было временным, техническим и все будет хорошо. То есть разобравшись с причинами, мы поймем, а будет ли дальше снижение, либо скорее всего в ближайшее время мы увидим отскоки. Поэтому давайте начинать с разбора причин. Первое, конечно же, это причина касательно выборов США. Давайте посмотрим, что у нас, например, на сервисе Polymarket. Если мы недавно взглянем там ситуацию буквально до 30 октября, когда на пике у Трампа было там немного более чем 66%, в то время как у Камала было там порядка 34%, то сейчас буквально с 30 числа разрыв начал стремительно сокращаться, даже экспоненциально, я бы даже сказал. Так вот, что мы можем увидеть на текущий момент, что Трамп 55%, Камала 44-45%. Разница, казалось бы, в 10% все еще внушительна, но напомню, что на пике эта разница была в 30%. Что стоит учитывать, что мы смотрим один из самых глобальных тотализаторов Polymarket и на текущее событие уже 3.1 миллиарда долларов поставлено. Ну, весьма как бы увесистые деньги, как для одного события и для тотализатора. Но тотализатор нам ни в коем случае не отображает ту картину, что реально у нас будет твориться. То есть 55% в пользу Трампа и 44% в пользу Камалы. То есть, скорее всего, в реальном мире, в реальном секторе нет у них такого огромного разрыва в 10%. И, скорее всего, там голоса будут идти от буквально 50 на 50%. Но крипторынок это своя некая такая субстанция, которая уже закладывает определенные цены и ожидания в то, что происходит. И самый сейчас главный ориентир для крипторынка это, конечно же, более публичные данные того же Polymarket либо других менее топовых площадок. Но ситуация плюс-минус там схожая. И когда мы видим, что шансы Дональда Трампа понижаются, то, соответственно, рынок реагирует негативно в моменте здесь и сейчас. Если мы посмотрим медийную, именно западных медийных знаменитостей, повестку, то мы увидим, что очень-очень много ребят начинают топить в пользу Камалы. Например, если мы посмотрим там почти каждого поголовно из Avengers, из Мстителей, то мы увидим, что есть некая повестка, что ребята продвигают Камалу Харрис. И в принципе, да, люди, которые принадлежат к крипторынку, которые там торгуют, тоже наверняка видят эту повестку не в пользу Трампа. И это все действует в моменте, подчеркиваю, здесь и сейчас, слегка негативно на рынок. Это одна из причин, как по мне, у нее вес не такой большой, но тем не менее он всячески влияет на крипторынок, но не так сильно. Дальше причины, которые мы разберем, они носят более приоритетный и глубокий характер. Но одна из них, вы должны понимать, что шансы Дональда Трампа с 30 октября по текущее 4 ноября, они снизились. Далее, отчеты BTC и ETF фондов. Как по мне, это носит более глобальный, уже более значимый характер. Если мы сейчас посмотрим, например, на BTC и взглянем на то, что у нас происходило на прошлой неделе. С 20 по сути по 1 число, с 28 по 1, то неделька у нас начиналась шикарно. 500, 870 миллионов долларов, 900 миллионов долларов притока, где преимущественно весь банкет делал как раз у нас BlackRock, то буквально с 31 октября картина пошатнулась. Во-первых, у нас за неделю всего лишь 32 миллиона, после того, как минимум от полумиллиарда долларов у нас собиралось всего лишь за одни сутки, то картина стала хуже. Опять же, здесь на себе весь локомотив поточил BlackRock, но видим, как другие фонды, такие как Fidelity, здесь преимущественно продавали, что уже немножко уверенность пошатнула. Далее, пятница у нас закрылась максимально нехорошим образом, потому что большая часть фондов продолжила скидывать позиции, там 25 миллионов, 24 миллиона, аккумулятивно за день получили минус 54.9 миллиона и BlackRock впервые за неделю абсолютно ничего не подобрал. То есть, с точки зрения конца недели, четверг, пятница, 31 и 1 ноября у нас получились минимальные притоки, а в какой-то момент у нас даже случились оттоки. То есть, действие ETF фондов под конец недели значительно угасло и под конечный день вообще переросло в отрицательный результат. Это вторая более значимая и увесистая причина, почему мы увидели снижение. Далее, ребят, экономические данные, как по мне, по важности не менее, чем крипто ETF фонды, BTC ETF фонды, влияют на крипторынок. Что именно вышло негативного? Первое, это данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Вышла критически вообще отличающаяся цифра от того, что было заложено в прогнозе. В общем, что у нас было? У нас предыдущее значение было 223. Ожидалось, что эти данные снизятся до 113 тысяч, но по факту снизились до 12 тысяч. Ну, фактически в 10 раз хуже ожиданий. Да, есть ряд причин в виде климатических условий, то есть ураганов, которые происходили, в виде некоторых забастовок. И, в принципе, если все это сложить, неблагоприятные условия, в которых проходил срез за этот месяц, они, конечно же, поднесли такие цифры в 10 раз хуже ожиданий. И, в принципе, это негатив для фондового рынка США. Такие цифры 113 тысяч против 12 тысяч. Это огромнейшая разница. То есть данные по рынку труда у нас вышли очень-очень негативными. И следующие данные, которые вышли тоже далеко не супер, это ВВП США. Тоже это было буквально там четверг-пятница. По США мы получили цифру за, если я не ошибаюсь, это третий квартал. Предварительная цифра, может ошибаюсь, это могло быть и за четвертый квартал, нужно будет посмотреть. Предварительная цифра вышла 2,8. Прошлая цифра у нас 3 и ожидалось у нас также в консенсусе было заложено, что примерно будет 3%. То есть уровень ВВП еще не финальный, предварительный, тоже хуже на 0,2%. Это негатив, это не сильно негатив, но при этом это негатив. И вместе с фактором, что рынок труда вместо 113 тысяч мы получили 12, получили не совсем желанные ВВП. Конечно же, это все сказалось на фондовом рынке. Поэтому третья причина, это экономические данные, которые выходили в конце предыдущей недели. И в целом, да, во что это все выливается, вся экономическая ситуация, конечно же, у нас выливается в ситуацию на фондовом рынке США. У нас прошлая неделя была неделей отчетности компаний. Некоторые компании отчитывались хорошо в первой половине недели, во второй половине недели началось больше негативных отчетов. Плюс складываем экономические данные, которые также выходили во второй половине недели и в итоге мы получаем от пика до минимальной точки S&P 500, который пролился почти что на 3%. Вроде бы это немного в абсолютных числах, но если взглянем вот сюда, двухнедельная проторговка, мы буквально за двое суток ее пробиваем и отправляемся на следующий уровень поддержки. То есть по фондовому рынку мы весьма сильно упали. Если мерить буквально два дня падения, то это 2,5%. Конечно же у нас моментально, давайте можем даже посмотреть, что с 30 декабря у нас началось падение и основное падение пришлось на 31 октября. Давайте сравним с повесткой по битку, что у нас происходило. Видим, что 30 октября у нас небольшое, незначительное падение. И вот как раз 31, когда произошло основное падение по фондовому рынку США, например индекс S&P 500, вот тогда у нас и биток отправился на 4% вниз и ознаменовал именно локальный, скорее всего краткосрочный, вот такой вот негативный медвежий тренд. То есть у нас сейчас очень четко коррелирует фондовый рынок с крипторынком и все победы, которые происходят на фондовом рынке в виде роста S&P 500, также моментально на себя примеряет и биткоин. Аналогично, да, если у нас происходит какой-то негатив, то в принципе биткоин опять же подчеркивает для себя, подчерпывает этот же негатив, перенимая на себя и мы видим. Поэтому первая моя рекомендация, что если вы хотите заниматься крипторынком, торговать, инвестировать, всегда обращайте внимание сейчас на самую важную топовую лидирующую экономику. По крайней мере для крипторынка это экономика США, а соответственно все геополитические причины, все, как бы это правильно сказать, все вещи, которые связаны сейчас с выборами США, все экономические показатели в целом работы экономической машины, это конечно же будет сильнейшим образом влиять на крипторынок. Поэтому четвертая причина это ситуация на фондовом рынке США и в принципе когда мы этот пазлик собрали, да, из причин, что выборы США, кандидатура Трампа у нас менее сейчас оценивается и менее получает голосов, то есть они с Камалой потихоньку выравниваются, что отчеты BTC и фонда в конце недели очень сильно ускромнились, если это можно так сказать, а конечный день у нас вообще был отрицательным. Экономические данные в США во второй половине недели также вышли негативные и вот как следствие, да, так увидим ситуацию на фондовом рынке США, которая также еще сопровождалась у нас негативными отчетами корпораций. Это были причины снижения крипторынка. Соответственно для того, чтобы у нас закончилось снижение крипторынка, что нам нужно? Первое, следим, у нас завтра выйдут данные за понедельник, за сегодня по BTC и ETF фондам. То есть если здесь мы увидим снова положительную динамику, хотя бы плюс, а не минус, это уже хорошо, но если мы увидим снова значение от сотен миллионов, то это будет весьма положительный фонд для роста крипторынка. Первое, наблюдаем за ETF фондами. Второе, мы уже увидим это буквально сегодня во второй половине дня, у нас откроется фондовый рынок США. Начнутся торги по индексу, например, можем в качестве примера тот же S&P 500 посмотреть. Если увидим, что у нас отсюда начинается отскок и все хорошо, и выходим там снова на 5,770, на 5,800 и выше, это, скорее всего, биткоин на себя в ближайшее время заберет эту позитивную динамику, и мы увидим такой плавный, плавный отскок и по битку. Если же мы увидим обновление локального дна и куда-то нырок ниже, чем 5,700, ну, скорее всего, как бы аналогичная ситуация будет по битку. Поэтому сегодня наблюдаем за тем, что у нас происходит по индексу S&P 500, завтра появляются данные по BTC и ETF фондам, смотрим здесь информацию. Мониторим параллельно ситуацию касательно лидерства потенциального президента Соединенных Штатов Америки, можем на том же даже поле маркет. Но, по сути, сам мониторинг как бы не сильно влияет, да, если у нас здесь будет меняться данные, это уже будет второстепенно влиять на рынок, куда важнее будет конкретное оглашение победителя. Поэтому, в принципе, по первому пункту мы разобрались с причинами и, как следствие, понимание причин падения нам дальше привнесет, раньше, чем мы увидим график битка, понимание, а будет ли цена расти или падать, в принципе, самые важные триггеры и моменты, на которые стоит обращать внимание, я озвучил. Теперь у нас также на этой неделе будут результаты выборов. Что будет, во-первых, если победит Трамп, а если победит Камала, разберемся с этим, и, собственно, когда именно ждать результаты. Что касается результатов по времени, там, да, большинство стран СНГ, там, Киев, Москва, то, скорее всего, это будет 6 ноября, когда мы узнаем окончательный результат. Есть такая пометка, что если кандидаты будут идти вот так вот вообще очень-очень наравно, грубо говоря, там, 50 на 50 с небольшой такой лидерством, да, там, на какой-нибудь 0,1%, может, там, на 1%, то предварительные подсчеты голосов мы можем узнать, но финальный результат тогда может задержаться, и мы узнаем данные, там, не 6 ноября, а, например, либо, там, поздней ночью 6 ноября, либо уже 7 ноября. Такое тоже может произойти, но основной ориентир тайминга, на который мы смотрим, это 6 ноября. Поэтому по таймингу, надеюсь, разобрались. Также, ребят, очень рекомендую подписаться на мой Телеграм-канал, потому что неделя у нас будет супер насыщенная событиями. Я, конечно же, как только сам узнаю, кто победил, опубликую себя в Телеграм-канале. И здесь вы видите, что я на YouTube выхожу один раз в неделю, то здесь я появляюсь гораздо чаще и комментирую ситуацию далее, когда перейдем к разбору BTC. Здесь зачитаю пару интересных моментов, которые пока что весьма-весьма неплохо отрабатывают. Поэтому очень рекомендую подписаться на мой Телеграм-канал. Ссылочка будет в описании под этим видео. Телеграм-канал с аналитикой. Переходим, он абсолютно бесплатный, никаких заявок подавать не надо. И можете там читать информацию, думаю, она вам пригодится. Теперь, что ожидать в преддверии выборов, если побеждает Трамп и Камала? Сейчас бытует крайне популярное мнение, что если побеждает Трамп, то буквально чуть ли не в течение месяца мы увидим BTC по 100к, а то и выше. А если побеждает Камала, то мы увидим как бы обратную картину, что биток уходит на 50, 40, 30, может быть даже ниже 1000 долларов. И такие мнения я встречал. Но средняя по консенсусу от биткоин куда-нибудь там 40 тысяч, да так точно коснется, если победит у нас Камала Харрис. Что будет на самом деле, как думаю я? Что среднесрочно, долгосрочно для рынка абсолютно не важно, кто победит. Камала Харрис, либо же Дональд Трамп. Вот абсолютно без разницы. Несмотря на то, что Дональд Трамп а-ля в мире криптонов, как бы наш чувак, который там все поддержит, все разрулит, Генслера уволит, вообще перестанет забивать гайки в колеса всей криптоотрасли, всей криптоиндустрии и все будет гораздо лучше. Это его обещание. Но не забывайте, что это политик, это огромный бизнесмен, это потрясающий шоумен и по большому счету сразу на крипторынок и на все это комьюнити с точки зрения действительно реальных каких-то действий. Но с точки зрения обещаний, люди, которые приурочены к крипторынку в Соединенных Штатах Америки, их ну как бы весьма-весьма немало. И это хорошая доля людей, которые потенциально могут проголосовать именно за того президента, которым предложат больше плюшек для крипторынка. А соответственно, да, так как люди инвестируют в крипторынок, так как люди трейдят и в принципе заинтересованы в развитии этой экосистемы, потому что они с нее там тем или иным образом зарабатывают, а снова подчеркну, что таких в Соединенных Штатах Америки довольно много людей, то конечно они будут более с симпатией смотреть и отдадут скорее всего свой голос тому кандидату, кто предложит более интересные условия для криптоотрасли. Поэтому, снова подчеркну, что скорее всего для крипторынка среднесрочно, долгосрочно, во-первых, никак на развитие крипторынка не повлияет, кто бы не пришел, Камала, либо же Дональд, первый нюанс. А второй нюанс, это скорее всего повлияет краткосрочно, вот в моменте оглашения результатов и возможно на ближайшую неделю. Как это повлияет? Ну опять же, да, так как следуя этой логике, что если побеждает Трамп, то скорее всего рынок начнет подрастать, возможно резко, возможно постепенно. Если Камала, то здесь у меня мнение разнится. Во-первых, может быть какой-нибудь небольшой, вначале небольшой всплеск вниз, а затем рынок нормализуется и просто там зафлетит. Второе, это что все-таки рынок отреагирует негативно и этот негатив разделится на ближайшие дни, может быть даже неделю. В целом, какого-то фиаско, если побеждает Камала, например, что биткоин резко уходит там за 60 тысяч, да, там например за этот хвост там куда-нибудь под 59 тысяч долларов, здесь начинает крепиться, потом еще делает одну волну куда-нибудь там на 53-54, вот такого я не жду. Гипотетически это должно сложиться так, что если выигрывает Камала, происходит какой-нибудь черный лебедь, либо что-то похожее на черный лебедь, какой-нибудь геополитический конфликт, там власти как-то зажимают гайки криптоиндустрии, то есть это все должно одновременно совпасть, вот тогда да, такой сценарий может быть, но если просто побеждает Камала, я не жду слишком глубокой посадки, ну может быть какая-нибудь коррекция там 65-64, но опять же мы дальше перейдем к графику битка и обсудим это более подробно. Поэтому в принципе, конечно, краткосрочно Трамп это более позитив для крипторынка, но в целом, независимо от того, кто победит, это скорее всего нейтрально на более длительном промежутке времени скажется на крипторынке. Как будет на самом деле, посмотрим, время покажет, это лишь мои соображения, по этому поводу увидим, как будет на самом деле. То же самое, как сейчас равносильно рассчитывать, кто уже станет президентом, Трамп или Камала, это абсолютно бесполезная демагогия, которая нас ни к чему не приведет, но кто станет, тот станет и будем дальше смотреть по ситуации. Итак, ребят, на текущую неделю самые важные топовые события выбора, уже сказал, да, что они будут происходить 5-го числа, результаты мы узнаем 6-го, если будет задержка в подсчете голосов, это может быть поздний вечер, ночь 6-го, либо же уже 7-е число. Также у нас на этой неделе будет решение по процентной ставке и решение у нас будет 7-го ноября, то есть буквально, да, там мы узнаем решение по выборам 6-го, например, и на следующий день мы узнаем решение по процентной ставке. Что сейчас, давайте обновлю сайт, прайсит у нас 7-е групп, что скорее всего 96,4% у нас ставку повысит, точнее понизит минимально на 0,25%, и уже есть 3,6%, что ставку сразу лупанут на 0,5%. Скорее всего, конечно же, будет исход вот именно таким, но это уже заранее лежит и в цене BTC, и в цене там того же индекса S&P 500. Гораздо интереснее будет, если мы отклоняемся от этого курса, например, сразу ставку повышают на 0,5. Как отреагирует рынок? Ну, по идее, он должен отреагировать каким-то всплеском и ростом, а как будет на самом деле, посмотрим. И гораздо важнее во всем этом мероприятии у нас через полчаса после объявления данных идет риторика Джерома Поула. И он может поделиться уже определенным мнением, что же у них будет, во-первых, на 18 декабря, да, это последнее решение по процентной ставке в этом году, и приблизительно должен, я так думаю, поделиться ожиданиями на хотя бы там первый квартал 25-го года, что они будут делать. В зависимости от этой риторики, биткоин, да и весь, в принципе, крипторынок, и включая фондовый рынок, будет в моменте очень сильно волатильным. Поэтому у нас сразу два таких важнейших события выбора, и тут же такая добивочка будет в виде решения по процентной ставке. Как бы для нас идеальный вариант, в котором мы все понимаем, чтобы продолжала цена битка у нас восстанавливаться и уходить на новый all-time high, что должно произойти? Это, скорее всего, краткосрочно, да, чтобы повлияла эта победа Дональда Трампа, и 7-го числа мы видим, как, допустим, ставку у нас, чтобы не было никаких сюрпризов, да, повышают на 0,25%. Далее выходит Jerome и дает нам весьма такой позитивный спич, что, например, данные по рынку труда, который я вам сегодня показывал, были там негативными, потому что так-то, так-то мы контролируем ситуацию, у нас все идет по плану, мы планово снижаем. Также 18 декабря мы планируем снизить ставку, давайте глянем, насколько сейчас прайсят, ну да, тоже на 0,25% и все у нас идет по плану. Вот это как бы самая идеальная картина и среда для того, чтобы биткоин у нас спокойно зашел в диапазон 71,573 тысячи долларов, а возможно даже показал новый all-time high. Это приблизительный план, что мы должны увидеть для хорошего сценария. Ну, в принципе, для негативного уже озвучил, это должна быть победа Камалы, и, скорее всего, это должен быть какой-то негативный спич Jerome, когда будет решение по процентной ставке. Поэтому не забываем о этих двух событиях, также о них я буду более подробно писать у себя в телеграм-канале, по факту, когда уже выйдут данные по процентной ставке, ну и также, конечно, по выбору, когда получается кандидат, узнаем мы уже финальный результат и моментально видим реакцию рынка, и от меня пост, хотя бы чтобы часовик какой-нибудь закрылся в свечи, и от меня пост по реакции рынка, и что нам стоит ожидать дальше. Поэтому, ребят, снова не забываем, ссылочка на телегу будет в описании под этим видео. Разбор графика BTC и целей на неделю. Что нужно увидеть на графике битка, чтобы рост продолжился? Теперь, наконец-то, переходим к технической части, техническому анализу. Что у нас на текущий момент? От пика до минимальной точки снижения на 8,3% по BTC. Ребят, биток снизился на 8%, а уже столько скепсиса, что идем на 60%. Будем ли пробивать 60%, не будем пробивать. Боже, это минимальная коррекция. Пока что вообще паники даже близко нет. Это первый нюанс. Что касается коррекционных зон. Давайте здесь теперь обратимся к посту. Что хочется зачитать. В моей картине мира, это пост за 30 октября, когда мы были на около, скажем, максимальных значениях. Мы буквально сидим на пороховой бочке. С точки зрения внешних условий, краткосрочно просится выход за all-time high. И если ближайшие сутки двое не будем крепиться ниже 71к, то рынок пойдет за стопами выше и пробивать all-time high. 30 октября посмотрим, отчитываем сутки двое. Да, по сути, это 31. Первое число нам желательно было закрепиться для того, чтобы мы увидели all-time high. Мы видим, как с 30 числа у нас начинается легкий негатив. А конкретно 31 числа мы уже падаем и крепим невку ниже, чем 71 тысяча долларов. А именно уверенно крепимся на 70 тысяч 200. То есть у нас условие уже было не соблюдено. Мы не закрепились вот эти вот важные, критически важные сутки двое в этом диапазоне. Если же цена не устоит выше 71к, что собственно и произошло, то у нас есть две коррекционные цели. 69-67 первый диапазон. Смотрим 69-67 как раз куда мы очень плотно зашли и пока что находимся около верхней границы. И второй диапазон это 65-63,8. То есть потенциально еще с текущих можем падать на 5,5-7,5%. Это две коррекционные зоны, которыми я вижу реальное завершение текущего падения. Опять же посмотрим, как будет на самом деле. Еще из важных мыслей, что в текущей коррекции особо ниже 60к я бы уже не ждал. Если не будет каких-то реально глобальных крупных форс-мажоров. Поэтому по техническому анализу Мейкер Тенемира либо здесь у нас завершится коррекция, либо еще будет вторая волна вот куда-то в эту зону. Сильно ниже чем 60 тысяч долларов, особенно с закрепом дневки я бы уже не ждал. Но посмотрим опять же, как будет на самом деле. Теперь это что касалось коррекции. Давайте посмотрим, на что нам стоит обращать внимание, чтобы предвосхитить тот момент, когда рынок будет либо же крепиться выше и выходить на новый all-time high, либо же снова занырнет и будет уходить во вторую зону коррекции. Во-первых, мы сегодня уже обсудили на какие внешние параметры, которые и касаются, и не касаются крипторынка. Нужно смотреть это. Как откроются ETF фонды? Как сегодня откроется фондовый рынок США на примере индекса того же S&P 500? Во-вторых, как у нас пройдет два важнейших события, там 6 и 7 числа решения по процентной 7 и результаты выборов 6 числа? Это разобьет абсолютно любые постулаты технического анализа и будет гораздо важнее. Но, а если теперь говорить именно о техническом анализе, помимо всей этой информации, сегодняшние сутки нам желательно закрепить примерно на отметках 69 900-70 тысяч долларов и все, что будет выше. Если мы крепим сегодняшние сутки, то с точки зрения технического анализа, именно свечного анализа, у нас будет хорошее поглощение последних двух дней падения. И, в принципе, это ознаменуется, скорее всего, опять же, по технической части, завершением этого падения. И дальше нам будет гораздо проще снова заходить 71 500-73 тысячи долларов. Если же мы сегодняшние сутки закроем где-то в диапазоне там 68 700 и ниже, то есть останемся в этом диапазоне еще и закроем красной свечой, это будет говорить о том, что у нас здесь будет большая тень, которая идет сверху вниз, то, скорее всего, мы флетим еще здесь какое-то время. А в зависимости от событий, которые я перечислял, там ETF, фонда, выборы, что у нас происходит, мы можем либо закрепиться и отсюда уходить, либо, если у нас будет больше негатива, который уже не по техническому анализу, то мы, скорее всего, пойдем штурмовать вот вторую зону. Поэтому, с точки зрения технического анализа, обращаем внимание, где сегодня закроется дневка. Это будет весьма важно. С точки зрения закрытия вчерашних суток, ну, по крайней мере, мы отрисовали неплохой разворотный паттерн, чтобы выходить куда-то там под 70 000, а может быть, даже и выше долларов. Но, опять же, посмотрим, как у нас сегодня быки смогут ли взять инициативу, либо мы снова будем крепиться здесь. С точки зрения закрытия вчерашних суток, больше причин пока что отправляться к зоне там 70, может быть, немножко больше 71 000 долларов. Теперь, с точки зрения более глобальной картины, мы пришли в важнейший диапазон 67-69, и мы коснулись, и от нее филигранно отбились. Это трендовая фиолетового цвета, которая имеет множество точек. Раз точка, два точка, три точка, и здесь множественные проторговки. То есть, филигранно ударились. Помимо диапазона, прочного диапазона 67-69к, мы еще попали в трендовую, и все это, по крайней мере, в моменте здесь и сейчас у нас неплохо сдерживает цену. Пока не забыл из интересного, что вам еще хочется показать. Вспомните, какие у нас были сильнейшие плиты, там 71-73-74к. То, обращаю ваше внимание, биржа Binance у нас до 73к, ну вообще минимальные котировки. Вот, да, 73-74к, здесь действительно стоит уже хорошее сопротивление. То есть, к чему я вам это показываю? Что с точки зрения, если мы видим больше позитива, да, там на фондовом рынке, по ETF-фондам, то мы можем очень легко отправляться сразу в 73 тысячи и выше, то есть, зону, например, 73-74к. Аналогичная ситуация у нас по Coinbase 73-74к, у нас здесь начинается только какое-то сопротивление. До 73-х у нас абсолютно нет никаких серьезных котировок. Что касается Bitfin, здесь без изменений, небольшие котировки стоят, есть сопротивление. Что касается фьючерсов, да, у нас есть очень важные котировки 69500 и 69888, но в целом, если посмотреть до масштаб, то пробивая 70к, у нас стоят плотно котировки по 50, по 60 битков, но в принципе, кумулятивно их не так уж и много, если все посчитать, то также выходит сопротивление гораздо более скромное, чем у нас было перед тем, как мы первый раз штурмовали 71-73 тысячи долларов. Поэтому на фьючерсах у нас тоже где-то в 2-2,5 раза сейчас сопротивление слабее. То есть, да, на Binance Spot, на Binance Futures и на Coinbase у нас ситуация по сопротивлению стоит гораздо-гораздо скромнее и меньше, чем было в первый раз, когда штурмовали. Это свидетельствует о том, что если у нас позитивный сценарий будет всего, то мы можем очень легко залететь в зону 73-74. Единственное, Bitfin без изменений, с минимальными котировками и пока что для Bitfin сильным сопротивлением. Вот с этим, надеюсь, разобрались. Давайте небольшим резюме на текущую неделю. Если у нас пазлики хорошо складываются, побеждает, например, Трамп, по процентной ставке тоже все четко происходит, дневку крепим хорошо, то на текущей неделе мы можем легко выйти в эту зону, здесь снова закрепиться как первая цель, как вторая цель сразу шагнуть на текущей неделе выше, чем All-Time High, и улететь выше, чем 70-4 тысячи долларов и сделать All-Time High, точнее, локальный High и также All-Time High, то есть, да, там немножко выше, чем 73-700, 73-800. Это легко может случиться. Опять же, есть, да, другой сценарий, и те фонды снова оттоки, S&P 500 у нас падает, еще выигрывает Камала, то мы можем подзастрять здесь, снова уйти в коррекцию, и вторая зона у нас может быть здесь. Опять же, на текущей неделе поход сильно ниже, чем 60 тысяч долларов за крепом, подчеркиваю, за крепом на дневке я бы не ожидал, даже если победит Камала, поэтому вот такие вот мысли. И давайте немножко завершим это среднесрочным видением, то есть, среднесрочное видение давайте хотя бы до конца года, то есть, на ближайшие два месяца, что жду я. Независимости от победы, Трамп, Камала, какие у нас оттоки, притоки по ETF фондам будут, что я жду. Мои ожидания следующие. В этом году мы не увидим отметки 49к и ниже по битку. Почему 49к? Ну, по сути, это был наш последний хвост в этом полугодовалом нисходящем медвежьем цикле. То есть, я не ожидаю, что мы перепишем этот хвост и закрепимся здесь на дневке вообще до конца текущего года. Это довольно такое уверенное ожидание. Я бы даже поставил на это 90%, что такого не произойдет. И еще из более позитивного, что, вероятно, и 58к с закрепом, подчеркиваю, с закрепом на дневке, в этом году мы уже не увидим. Когда это может произойти? Если действительно у нас будет форс-мажоры, победа Камалы Харрис, это не форс-мажор. Хотя может там буквально цену очень сильно, например, куда-нибудь там под 60к слить, может немножко ниже. Но чтобы это было с закрепом на дневке и вообще разворотом всей среднесрочной формации, я думаю, это крайне маловероятно. Поэтому ставку на то, что 58к мы уже в этом году не увидим, я бы оценил где-то в 70%. Конечно же, более надежно это 49к и ниже также не увидеть. Если пойдем по коррекционному сценарию, точнее, с закрепом на дневке, также мы не увидим... Сейчас, ребят, секунду, сбился с мысли. Если не будет с любой стороны серьезных форс-мажоров, то вероятно и 58к за крепом на дневке мы также не увидим. All-Time High поставим либо в ближайшие дни, по сути 30-е число, сегодня 4-е. В принципе, в ближайшие дни у нас еще где-то неделька есть, может произойти. Но даже если мы не поставим в ближайшие дни All-Time High, то очень вероятно, что в течение ноября мы его поставим. А первый ощутимый импульс по альтам мы увидим до конца текущего года. И давайте зафиналим это все пятым пунктом. Почему все так плохо по альтам и стало еще буквально хуже на этой минимальной по битку коррекции? Есть два ответа на вопрос. Первый это график BTCD, который уже на текущий момент 60.5%. А подчеркиваю, что по-моему также писал в этом посте, а может быть и в другом. В общем, есть такая цифра. Да, график доминации BTC слегка перевалил за 60%. 60-62% смотрится как неплохой разворотный паттерн в пользу альтов. Давайте посмотрим глобально на графике, что такое 60. Вот два уровня тире 62. Это сильнейший горизонтальный диапазон, где в принципе, допуская, что если мы еще немножко поднимаемся и заходим в эту зону, что вполне себе может быть, то где-то примерно с этого диапазона у нас может случиться разворот. Пока мы видим растущую доминацию битка, то ни о каком альтсезоне речи, конечно же, идти не может. Локально какие-нибудь альты буквально на пальцах двух рук можно их пересчитать, будут выстреливать. Но в целом глобально все альты будут либо подрастать по чуть-чуть вместе с битком, либо вообще и не расти. Поэтому нам критически важно увидеть уменьшение доминации битка. Соответственно, капитализация начнет перетекать наконец-то в те самые альты. И из того, что в самом начале видео обещал, какая картина прояснилась, раз здесь у нас не вышло флэта с таким закрепом, мы пошли на 69 к 67 тысячам долларов штурмовать этот диапазон, то что у нас теперь наиболее вероятно произойдет? Мы должны будем видеть пробой и локального хая, и глобального, что по сути там разница буквально 200 долларов. Грубо говоря, мы должны увидеть 74 к по битку и самое главное здесь закрепиться, то есть уже не проваливаться ниже, чем 74 к, то скорее всего это будет то идеальное условие, где у нас будет последний рывок доминации битка, так как битку нужно будет резко пробить свой all-time high и закрепиться. Например, куда-то на 61, 62, может даже немножко больше мы вылетаем, крепится биток и тогда уже биток закрепивших выше, чем 74 тысячи долларов, доминация битка начнет падать и тогда при таких условиях вполне себе вероятно увидеть альтсезон. Опять же, в моей картине мира это уже может произойти до конца текущего года. И, ребят, последнее, что я вас настоятельно попрошу, это почитать, во-первых, пост за 30 октября и буквально прочесть последний абзац и проголосовать. Ваше мнение важно. Есть ли интересны мысли касательно альтсезона по вопросам «А что, если до конца года он не случится?» Ну, в принципе, такое может быть. Если я ожидаю, что у нас будет какой-то первый импульс, первая волна до конца года, то это не значит, что это прям правда и так и будет. Это мои ожидания, как бы я имею на них право. А что, если этого не произойдет? Это первый нюанс. А второй вопрос «А какие именно альты, либо же сектора имеют большие шансы на рост? А какие, скорее всего, не вырастут?» И подобные вопросы. Если вы хотите, чтобы я вышел с отдельным видео, где дал подробные, вот как сейчас мы с вами общаемся, подробные ответы на эти вопросы, что если до конца года альтсезона не будет, и какие сектора я вижу наиболее перспективными, ну, не просто, да, там, мое субъективное видение, а с конкретными аргументами, то и какие сектора я бы категорически не покупал, потому что там много рисков, и не факт, что мы получим, да, отдачу соизмеримую с риском, то очень вам рекомендую перейти в Телеграм-канал и проголосовать здесь огоньком. Давайте условимся, что сейчас 538 огоньков, если собирается 700 огоньков и больше, я делаю этот выпуск, где подробно, не знаю, сколько это займет по таймингу, освещаю эту тему, если вам это интересно. Поэтому еще раз ссылочка в описании на Телегу будет в описании под этим видео. Переходим, ребят, уже немножко под конец видео заговариваюсь, так как все без клеек, без монтажа делаю. Но надеюсь, вам получилось полностью передать суть всей картины, что происходит на рынке, почему действительно эта неделя буквально решающая для крипторынка. И надеюсь, будет все хорошо, будет турбулентно, но по итогу окажется все хорошо и о всех этих событиях я буду писать у себя в Телеграм-канале и выборы, и процентная ставка, и все форс-мажоры, которые могут возникнуть. И всем вам желаю хорошего дня, хорошего вечера, ночи и, конечно же, держаться крепче за свои инвест-позиции, неважно в битке, в альтах. Думаю, это в ближайшее время очень-очень вас вознаградит. Если вы торгуете, то особенно на текущую неделю, шестые и седьмые числа, крайне аккуратны будьте с рисками. Я бы риски снизил в два раза, обязательно подпирая себя стопами, потому что могут происходить вертолетные движения в обе стороны. Ну, а вам снова пожелаю хорошего дня. Пока!